МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезд из Барнаула в Новоалтайске обратно теперь тоже войдется дороже. Лед и вода нормам отвечают. В крае приступают к строительству 40 крещенских купелей. Порядка 11 тысяч медработников в крае могут получить дополнительные ежемесячные социальные выплаты. Накануне этот вопрос обсуждали в Минздраве региона. На совещании приняли решение о создании рабочей группы. В нее войдут специалисты профильного ведомства, Алтайского отделения социального фонда России и профсоюза работников здравоохранения. В планах провести видеоселектор с медорганизациями, чтобы объяснить коллегам, кому и как будут начислять деньги. О введении с 1 января дополнительных ежемесячных соцвыплат сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что их размер будет зависеть от специальности медиков. Первые перечисления планируют произвести в феврале. Тогда же задним числом должна упасть и сумма за январь. Самую большую ежемесячную надбавку в 18,5 тысяч рублей с этого года будут получать врачи ЦРБ и просто районных больниц. Врачей первичного звена ждет доплата 14,5 тысяч рублей. Врачей скорой помощи – 11,5. Медперсоналу среднего звена полагаются ежемесячные надбавки в размере 8 тысяч рублей, фельдшерам – 7 тысяч, младшему медперсоналу – 4,5 тысячи рублей. Больше трех тысяч подписей собрали жители края против роста тарифов в ЖКХ. Своё обращение авторы планируют направить председателю правительства России Михаилу Мишустину. Известно, что документ подписали не только барнаульцы, но и жители Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Белокурихи и Заринска. В своем обращении горожане требуют отменить прошлогоднее постановление правительства, которое позволило поднять тарифы второй раз за год, лишить губернатора края право поднимать предельно допустимый индекс тарифов, ограничить их рост на каждую из услуг ЖКХ отдельно. Кроме того, авторы отмечают, что глава региона ни разу не воспользовался правом понизить предел роста тарифов. Подчеркнули также, что в нашем крае самые низкие зарплаты и пенсии, а население вынуждено брать кредиты на покупку твердого топлива. Дрова, к примеру, стали самыми дорогими в Сибири по итогам 2022 года. И сегодня же глава регионального народного фронта Сергей Войтюк предложил один из вариантов выхода из ситуации с ростом тарифов на коммуналку. Платеж за зимний период распределить на 12 месяцев. Сумма останется, конечно, прежней, однако морально оплачивать станет легче, считает инициатор идеи. Здесь нужно тогда просто разъяснять, что она будет распределена. То есть вы просто здесь не доплачиваете в январе, в феврале, условно говоря, в марте, в апреле, когда потребляете, а часть суммы переходит. То есть, ну это просто тарифное ведомство должно вместе с ресурсовиками рассчитать эти форматы. К другим темам. Свыше 200 человек пострадали от гололеда в Барнауле в начале января, под данным регионального Минздрава. Есть и те, кому потребовалась госпитализация. Некоторые горожане настойчиво звонили нам в редакцию и просили приехать в съемочную группу, чтобы добиться от коммунальщиков качественной уборки своих улиц и дворов. Смотрим, как сегодня коммунальные службы наводят марафет на придомовых территориях. Вот иду и вот так вот щупаю дорогу. Без посторонней помощи 89-летней пенсионерке не обойтись. Груда снега при первых заморозках превратилась в 30-сантиметровую колею. Во дворе дома на Молодежной не пройти, не проехать. Центральные магистрали почищены, дворы далеко не все. Вот 77-й дом напротив. Там, смотрю, снег с крыш. Через день, через два. Как только на место, так у нас же чистят. А у нас даже двор не могут почистить. Ту сторону чистят. Здесь, смотрите, какая-то организация, магазины. Но они могли бы тоже ведь как-то объединиться и почистить свою сторону. С нашей стороны вообще тут не чистится. Мы связались с управляющей компанией, обслуживающей дом. Однако мастера на месте не оказалось. По телефону пояснили, что она на выезде. А между тем, на некачественную уборку дворов жалуются по всему городу. К примеру, жильцы многоэтажки до Попова. Подчистил трактор двор. Бабушка пошла гулять с внуком. Это как? Вход на детскую площадку. Жительница дома на Попова, 56, Анна Гавриленко, попыталась заставить коммунальщиков тщательно почистить двор, но не смогла. Трактор чистят только здесь. У подъезда отказываются чистить. Ну что, трактору было тяжело эти полметра зацепить. Как вот здесь в итоге видим? И вон там тоже. Как мы там людям идти? В местном ЖЭУ пояснили, что уборку произвели своевременно, но торопились, старались очистить как можно больше дворов в короткие сроки. Буквально на следующий день доступало резкое похолодание. Поэтому задача стояла – прочистить проезжие части максимально больше. Все остальные уборки будут производиться в последующее время. В частности, в доме номер 56 по улице Попова была вычищена проезжая часть. Были досконально вычищены парковки там, где не стояло машин. Там, где стояло машины, естественно, мы их не убирали. Прошла снегоуборочная техника. От знака они убрали. Тротуар у нас отсутствует. Въезд у меня запечатан. Проезжие части прочищены, зато въезды и выезды из дома заблокированы. Привычная картина после обильных снегопадов в городе. Причем жители Барнаула страдают не только от снежного плена, но и от гололеда. За первые пять дней января свыше 200 человек пострадали на дорогах и тротуарах города. В междворовых проездах поскользнулись почти 90 человек. Около 70 травмировались непосредственно во дворах. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Проезд в общественном транспорте подорожает. На этот раз это коснется ряда рейсов из Барнаула до Новоалтайска. Так, к примеру, на 125 маршруте уже через неделю, с 19 января, тариф вырастет на 5 рублей и составит 55. Удорожание билета перевозчик назвал вынужденной необходимостью. Она вызвана ростом цен на метан, дизельное топливо и комплектующие. Но даже эти 5 рублей, по словам перевозчика, не окажут практически никакой помощи в решении назревших проблем. Уже 6 января проезд по маршруту Новоалтайск-Барнаул подорожал на 134 автобусе. Цена билета зависит от остановки. Так, если пассажир сел у вокзала Новоалтайска и сошел в Барнауле, он заплатит 55 рублей и 65, если едет из отдаленного микрорайона укладочной. Сегодня в Барнауле начался суд над мужчиной, который заступился за свою соседку перед приставами. По словам одного из сотрудников ведомства, мужчина оскорбил его, вызвав нравственные страдания. История произошла летом прошлого года. Евгений Амеличкин увидел, что у его соседки арестовывают машину. Подробнее о том, чем обернулась инициатива для неравнодушного мужчины, смотрите в нашем сюжете. Если хотите, давайте мы начнем допрос с меня, я все поясню. Евгений Амеличкин и не подозревал, что за свое неравнодушие окажется на скамье подсудимых. На мужчину завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. Конфликт произошел летом прошлого года. Мужчина заступился за соседку, у которой приставы изымали машину. Во-первых, я вышел, когда увидел, что соседка моя вся в слезах, он был в форме на одежде, я подошел спросить, что вообще произошло. Ну, был послан на три буквы. Я удивился, человек в форме, говорю, вы вообще предоставьте свое удостоверение, что вы действительно судебный пристав. Я вижу, что человек в слезах, вы представьте, что вы действительно являетесь сотрудником. Он сказал, я тебе не обязан ничего предъявлять. Удостоверение Евгений так и не увидел. Сегодня на заседании пристав высказался против видеосъемки, заявив, что тактика и методика его работы не для общего пользования и ушей. Виктория Петрова проходит по этому делу как свидетель. Именно ее машину хотели изъять приставы. Женщина одна воспитывает ребенка и выплачивает долг умершей мамы. По ее словам, с каждой зарплаты с нее удерживали 50%. Просрочек не было. И эта женщина может подтвердить выписками с карты. 50% на его доходы их не устраивает. Что они хотят арестовать мой автомобиль, хотя сумма долга уже была небольшая. То есть я выплачивала. Более того, что я была с приставом всегда на связи. То есть я не скрывалась, автомобиль свой не скрывала. То есть Евгений вышел как бы на помощь, так сказать, женщине, которая в принципе не знала, что делать в этой ситуации, как себя вести. Жильцы дома вызвали полицию. Отстоять машину все же удалось. Эта история разлетелась в СМИ. В комментариях люди отмечают, что Евгений хотя бы не прошел мимо и проявил гражданскую позицию. Мужчина говорит, что не оскорблял пристава, так как сам 20 лет работал в органах и понимает, что за это грозит. Но Гончаров заявляет, что Евгений унижал и оскорблял его, отчего ему горько и противно. Пристав даже плохо себя чувствовал и долго переживал. Кроме того, Гончаров требует возместить моральный ущерб за нравственные страдания в размере 20 тысяч. В деле есть еще один нюанс. Один из приставов на предварительном следствии дал показания, что он слышал, как Амеличкин якобы оскорблял Гончарова. А на очной ставке этот свидетель уже говорит, что знает об оскорблении только со слов самого Гончарова. Все эти показания приобщены к материалам дела. Также Евгений утверждает, что пристав его ударил по руке, когда подсудимый закурил. Если я действительно что-то нарушил, значит он должен вызвать полицию, чтобы составили протокол, что в общественном месте его здесь курют. Как он поясняет, с его слов опять же, что он просто вытащил и выкинул эту сигарету. Хотя было по-другому. Он нанес удар по руке, когда рука была возле лица. Написал заявление я, написал он, написала Петрова. По нашим заявлениям были отказные материалы сделаны. А вот по его заявлению почему-то приняли такое решение. Добавим, что следующее заседание по делу назначено на 26 января. Телеканал «Толк» будет следить за этой историей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Забирать в армию до 30 лет будут уже этой весной. Об этом в парламентской газете сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Как изменения призывного возраста восприняли барнаульцы, узнавала наша съемочная группа. Положительно. Почему? Ну, тем, кто сидит повыше нас, и знания, и образ жизни, и все остальное, им лучше видно и знают они. А мы – наше дело послушание. Нормально. В принципе, без разницы. Обучить проще скорее. Чем моложе, тем проще обучить. Ну и по здоровью. Самый расцвет сил. Ну, я думаю, что это ничего не изменит. Я так думаю. Потому что, ну, многие учатся в институтах, да, допустим, и все равно им дают отсрочку, потому что, так как учеба у них. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, может быть, даже это правильно. Потому что молодежи тоже бегать документы собирать, да, что вот учатся и так далее. Мне как-то без разницы, я негоден. Мне кажется, ничего особо не изменится. Отрицательно. А зачем? Вообще, для чего забирать? Даже 18, 19, 20 лет. Пацаны не умеют даже ни ружье держать, ничего. Зачем? Вот издеваться. Для начала нужна какая-то физическая подготовка для того, чтобы забрать человека в армию. Должны подготовить человека. Не только морально, но и физически. Ну, я думаю, что мышление же другое уже будет у детей. Они постарше. 18 лет они еще дети. Поэтому я думаю, что армия у нас будет умнее, перспективней и сильной, как всегда и была. К новостям спорта. Алтайские саблисты примут участие в первенстве России. Оно пройдет в Орле 16 января. Туда отправятся сразу четыре состава спортсменов. Две команды юношей, две команды девочек. Ребята нацелены на призовые места. От результатов состязаний зависят и личные рейтинги, и шанс попасть в сборную страны. Что касается общего показателя наших фехтовальщиков, то в последнее время он значительно вырос. Алтайские саблисты все чаще занимают верхние строчки в состязаниях разного уровня. С чем связан спортивный прорыв и с какими проблемами он сопряжен, расскажет Юлия Щепина. Это Юля. Сегодня сабли и маска неотъемлемая часть ее жизни. Спортом она занимается с детства. Начинала, правда, с художественной гимнастики, но после травмы стала фехтовать. И за пять лет явно преуспела в этом виде спорта. Девушка учится в училище Олимпийского резерва. С утра тренировки, затем школьные занятия и после снова любимый вид спорта. Насколько сложный третий спорта? Ни почему? Он сложный, очень сложный. Это не только ты просто фехтуешь, это очень огромная проделанная работа в голове. За соперника ты не можешь думать, но ты можешь предугадать его удары, что он будет делать. Ты анализируешь его оба, анализируешь соперника. На всероссийском турнире по фехтованию в Казани она вошла в восьмерку лучших саблисток до 18 лет. К слову, участниц со всей страны было более 70. До выхода в четверку ей не хватило всего одного удара. Могло быть и лучше, помешала сама себе, говорит Юля. Не слышала тренера и не чувствовала обстановку. Мы тренируем физические качества, так и координацию. У нас техника, локтическая подготовка очень много времени уделяется. Плюс психология тоже в критической ситуации. То есть дети у нас учатся, себя показывают, принимают правильные решения. И когда важные соревнования, там важные старты. То есть в решающий момент человек должен выбрать единственное правильный вариант развития событий. То есть это тяжело. А вот другая спортсменка Ксения Андрусенко смогла справиться с обстановкой и эмоциями. На турнире ей удалось стать серебряным призером. Безусловно, я была рада, потому что я весной ездила в Казань тоже. Там тоже заняла призовое место. И как бы меня этот город хорошо встречает, скажем так. И соперники были сильные, но ближе к финалу. Я с одной из них очень сильно хотела пофехтовать, потому что рейтинг второй у нее был. Мне интересно было посмотреть, как это будет выглядеть. Работа тренерского состава плюс техника и выдержка спортсмена равно хороший результат. Уже на следующей неделе алтайские фехтовальщики будут сражаться за медали в Орле. Там пройдет первенство России среди спортсменов до 18 лет. Это наиболее значимые соревнования в этом сезоне для отбора в сборную страны. Уровень наших саблистов сегодня высокий. И они конкурентно способны. Но для дальнейшего развития этого вида спорта в крае нужно решить одну проблему, говорит тренер. Мы сейчас маленько этот зал переросли. Вот как вы видите, что у нас здесь 4 дорожки. И тогда у нас по вечерам тренируется сборная края. То есть достаточно тесно. И хотелось бы просто расширение. Хотя бы 6 дорожек. То есть нам было бы уже комфортно. Местоположение зала, в котором тренируются только саблисты, тоже не очень удобное. Детям добираться до него самостоятельно сложно. В основном привозят родители. Но и смена помещения пока не вариант. В других залах занимаются ребята сразу из нескольких секций. Нужно комплексно расширять спортивную инфраструктуру города, считают тренер и родители подопечных. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну и в завершении выпуска. В Барнауле начинается подготовка к одному из главных православных праздников – Крещению. Его отмечают 19 января. Уже известно, что основные мероприятия пройдут на реке Опь в районе речного вокзала. Будет и крестный ход – начнется он от Знаменского монастыря. На речном же, как обычно, возведут крещенский городок, снежную церковь и купель. Там уже исследовали пробу воды на соответствие санитарным нормам и сделали замер льда. Сейчас его толщина 55 сантиметров, что является безопасным. Всего в крае оборудуют около 40 купелей на Крещение. К примеру, на озере возле Борзовой заимки и на озере Пионерском. А вот в Рубцовске купелья в традиционном месте не будет. После оттепели лед на реке стал небезопасным. Точный список мест для купания сформируют к 16 января. На каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Добавлю, что об ограничениях, связанных с эпид-обстановкой, речи пока не идет. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Но я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Редактор субтитров А.Семкин «Валар»